приветствую друзья ну что мы рядом с фитнес-клубом live фитнес сегодня воскресенье я как и обещал сегодня у нас интервью с хасановым доняром классик физик узбекистан очень перспективный атлет очень большие планы мне очень нравится его форма у меня есть к нему очень много вопросов надеюсь что он ответит честно и очень искренне ну что пойдем к нему позанимаемся с ним ну что друзья я переоделся я готов live фитнес я впервые в этом фитнес-клубе как я и ранее говорил это один наверное из самых первых фитнес-клубов в городе ташкенте ну что мой гость даньяр хасанов классик физик дружище я тебя приветствую рад тебя еще раз видеть тоже рад заехали к нам вам алейкум всем ну что у меня 30 вопросов и один вопрос от наших подписчиков от тех кто смотрит наш канал подписан на даньяра подписан на меня ну что даньяр что мы сегодня будем качать сегодня так как 28 число ровно через три месяца 28 29 числа у меня соревнований так в этой первый день подготовки официально и хотелось бы начать как бы для поднятия настроение подготовку это конечно день рук как всем нравится из-за этого мой вариант как сегодня это битус и 30 супер с этим и делаем до по 25 повтор за подход 50 повторов руки понятно ну что друзья сегодня мы с даньяром качаем руки бицепс-трицепс индивидуально эксклюзивно от даньяра я думаю что будет интересно но самое главное чтобы я выдержал ну что пошли а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Даниар, как я вам и говорил ранее, у меня будут к вам вопросы. У меня 30 вопросов, ну и один вопрос от моего подписчика. Так получилось. Вот. Я бы хотел бы задать такой вопрос. Если не Даниар, то какое имя? Какое имя, если бы не Даниар? Имя Даниар хотел выбрать для себя, потому что по паспорту-то я Достон. Да, да, и по паспорту. Как видите, раскрываются маленькие секреты. По паспорту я Достон. А имя бы... Ну у меня есть в планах такое. Поменять паспорт, да. Понятно. То есть вы хотите, чтобы документально тоже было... Ну конечно, да. Ну все знают, как Даниар. Вы тоже, вы тоже. Да. Теперь мы умеем. Даниар, расскажите немножко о своем, может быть, детстве. Где вы жили в Узбекистане? Ну родился я в Ташкенте, в городе. Алмазарский район. Родился в 1092 году. В 92-м году. Так как следующий год уже 30. Еще рассказать о детстве и детстве такое же, как и у всех, наверное. Ничего особого. Понятно. Такой вот вопрос. Вы недавно женились? Да. Я ее видел в Инстаграм. Можете поздравить. Даниар недавно женился. Хотя я знаю, что со своей супругой вы давно в отношениях встречались. Если бы я попросил вас рассказать немножко о супруге, что бы вы рассказали о ней? Вкратце буквально. Вкратце. То, что человек, который мотивирует, наверное, меня. Понимает. Насколько она участвует в вашей, скажем, такой вот жизни спортивной? Спортивной. Два человека, наверное, участвуют. Как жена и мой тренер. Как бы двигают меня. Дают мотивацию, правильное направление. Конечно, это все думают, что бодибилдинг – это спорт индивидуальный. На самом деле нет. Это большая такая должна быть команда. И окружение, и семья должна тебя понимать. И, конечно, тренер, который будет тебя поддерживать не только во время тренировок, в плане питания, а именно моральная какая-то поддержка. Ведь мы не устаем не только в зале, а в обычной жизни. То есть я правильно понимаю, что в части именно бодибилдинга вы не можете себя позиционировать как одиночку? Нет, 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 конечно, конечно, в первую очередь, да. Данир, ну, понятно, что бодибилдинг, но наверняка какой-то был спорт ранее, может, в детстве чем-то занимались, каким-то спортом, ну, как и многие мои. Да нет, если профессионально ты ничем не занимался. Также футбол, если грушу побить с ребятами выходили, железки. Чисто на уровне развлечения, так скажем, да? Хорошо. Данир, ваше идеальное утро? Идеальное утро? Для вас, вот, понятно, что у каждого у нас утро начинается с каких-то рутины, там, еще что-то. Не всегда запланированное что-то. Вот если бы я вам сказал, вот, ваше идеальное, какое у вас идеальное утро? Какое бы хотели бы вы идеальное утро? Ну, у меня каждый день почти идеальное утро. Это узнавать то, что... Вам занятие? Нет, да, и мои близкие не болеют, все здоровы. И все это, наверное, самое лучшее, что может быть утром. То есть это вот мотивационное такое утро? Да, да. Знакомые, близкие, когда все здоровы, можно продолжаться, двигаться дальше. Хорошо. Как Даниар Хасанов пришел в бодибилдинг? С чего началось? Бодибилдинг, на самом деле, это была очень интересная история. В тренажерный зал, да? Или в профессиональный? Ну, давайте в тренажерный зал, да, с первого дня. Первый день, это было мне 15 лет, я захожу, у нас на Кракомыше есть, на втором этаже, так, блин, качалка была. Раньше мало было, тренажерный зал, только качалка. 15 лет меня выгоняют, там есть, был тренер, дядя Славик, типа ты совсем малыша, выгоняет. Через год я возвращаюсь, 16 лет. Опять же, ты мало, иди отсюда. И вот как-то, как-то в 17 лет, я сказал, да, я не мать. Ну, там и тренировались мужики такие, взрослые мужики, дядьки, которые там уже по 30, за 40 лет. И вот как-то вот в 17 лет я вот попал в эту сферу и как бы затянуло. То есть я правильно понимаю, что ваш стаж в бодибилдинге, именно, да, так скажем, уже 17 лет, ну, то есть вы начинали заниматься 17 лет и так далее. А вот переход, скажем, в более взрослые, да, то есть в профессионалы, так скажем, когда уже начали осознанно понимать, что вы хотите выступать, да, то есть вот это когда произошло? В 2016 году. Да, я уже начал готовиться. Не так давно. Да, да, в 2016. Ну, для бодибилдинга, мне кажется, 5 лет это не так уж и большой стаж. Не, ну, вы посмотрите, как сейчас вот, ребята даже год и не тренируются и сразу двигают выступать. А я уже и на то время весил далеко за 100 килограмм, когда решил выступить. Как это пошло с 2016 года. Областные соревнования, городские. Такой вопрос, кто для вас авторитет? Имея в виду любого человека, да, это не обязательно, чтобы это кто-то был из семьи и так далее. Я знал, что вы зададите этот вопрос, конечно же. И я не знал, что придет мой тренер. На самом деле я думал об этом вопросе. И, конечно же, для меня авторитет является мой тренер. Тренер Даниара в кадр не попадает, конечно, но я хочу вам просто сказать, что он очень близко, очень здесь наблюдает. Опять же, даже при этом интервью наблюдает за своим подопечным. Вот такой должен быть тренер, не только, да, как я говорю, в зале, везде поддерживает. На самом деле, да, авторитетный человек. Я сначала думал, если зададите мне такой вопрос, кого бы поставить, да, если поставить там одного человека, но у него что-то там было в прошлое, да. Я бы не хотел бы, чтобы я вот так вот там заканчивал, да, по-моему, еще родителей или еще кого-то. Самый идеальный сейчас человек, на который я бы хотел бы равняться и в плане спорта, в плане развития, в плане бизнеса и как мужчина ведет свою семью. Это, конечно, мой тренер. Авторитет. Ну, так сказать. Хорошо, идем дальше. Вопросов очень много. Что бы вы не попробовали бы сделать, сказать, не знаю, вот, чего бы вы не сделали, например, скажем, в свою жизнь? Да. Вот что для вас было бы, ну, таким вот прям? Ну, на ближайшие лет пять, я могу сказать. Да. Это бы, еще никто, наверное, не знает, это я не умею плавать. Я бы точно не полез бы в воду на ближайшие. Ну, вот, большая новость, я не ожидал, конечно, честно говоря. Я сам плаваю очень плохо, проблема в том, что я не умею в воде стоять. То есть, когда я начинаю стоять, я начинаю просто тонуть, мне нужно постоянно в движении быть. Ну, ребят, имейте в виду, если вы хотите побороть Даниара Хасанова, тогда зовите его в бассейн. Тогда, я думаю, что, может быть, что-то у вас получится. Представьте, мастер-класс какого знаменитого спортсмена, не обязательно бодибилдера. Вы бы хотели получить. Вот представьте, что у вас день рождения, и вам хотят сделать подарок. И вам говорят, Даниар, выбери мастер-класс любого знаменитого, да хоть олимпийского. Спортсмена или человека? Любого спортсмена. Кого бы вы хотели вот рядом увидеть, и он, чтобы вам провел мастер-класс один на один? Это, наверное, Арноль Шанснеггер. Арноль Шанснеггер. Развился во всем. С ним будет интересно. Вот если я скажу Кришшану Роналду, о чем я поговорю? Только о спорте. Да. С таким людьми. С узким профилем. Как Арноль Шанснеггер, да. Можно было о всем поговорить. Интересная личность. Я честно признаюсь, что многие, и не только в Узбекистане, и в России, многие бы хотели бы, я слышал многих интервью, именно хотели бы побеседовать. Не обязательно мастер-класс, но побеседовать, посидеть, поужинать, может быть, именно с Арнольем Шанснеггером. Ну, я думаю, что он достоин этого, может быть. Наверняка, как спортсмен профессиональный, вы знаете слухи, разговоры о том, что гормон роста хотят внести в список запрещенных препаратов. То есть, гормон роста будет как стероидная, ну, как бы, составляющая, да, то есть, и, вот, ваше мнение. Откровенно, да. Ну, это дебилизм полный. Да, в список скоро, наверное, даже включат рибоксин. Я и последний список видел, даже там домилдронады запрещают, используемый спортсмен. Вы рибоксин употребляете вообще перед тренировкой? Нет, не употребляем. Нет, нет, нет. Ну, я вот... Ну, магника. Но это нужно, нужно. Рибоксин нужно. Когда ноги качаю и спину, ну, две таблеточки, да, может, привычка, не знаю. Про гормон роста и про другие запретные препараты очень-очень строго везде. Понятно. Хорошо. А представьте, что через сколько-то времени, да, там, я не знаю, 5-10 лет, ну, мы дойдем до такого, что, хотя вряд ли, конечно, ну, просто, опять же, гипотетически, что стероиды станут легальными. Ваше мнение вообще. Ну, это было бы замечательно. Почему? Потому что, в любом случае, скажем, да, такой серый товарооборот, ну, стероидов очень огромный и так далее. И вот сейчас, я знаю, что и в России, в Госдуме, например, скажем, да, и во многих странах на уровне парламента даже обсуждается о том, что почему бы это не легализовать и просто отпускать уже чисто для спортсменов, профессионалов, ну, выписали, тренер выписал, пошел и так далее. То есть, тренера получают какой-то определенный доступ, как врачи выписывают какие-то, да, там, скажем, лекарства. То же самое. Почему бы им не дать, чтобы это не было скрытно, это не было в серую лошадь. Ваше мнение вообще, насколько это было бы правильно? Ну, были бы большие плюсы, на самом деле, если так в целом взять. Ведь многие профессиональные спортсмены используют. Хоть даже скрывают, но используют. А если бы это легализовали бы и смотрели бы за анализами спортсменами, это бы и не вредило бы здоровью. Ведь многие спортсмены, да, и не доживают до 40, там, до 50 лет, потому что никто не проверяет анализы. Они вскрытно это делают. А если бы легализовать это, это все будет, блин, контролироваться. То есть, не будет и страха просто приходить, вызывать анализы, да, то есть, в открытую об этом говорить. И спорт был бы интереснее. Да, хорошо. Я думаю, что Даниил Архасанов счастливчик в плане того, именно что по части Узбекистана. Очень большой вопрос, и очень у многих профессиональных, скажем, спортсменов в фитнес-индустрии, в бодибилдинге, большой именно вопрос о спонсоре. Ребята все стараются найти спонсора, кто бы поддерживал, это очень дорого, спорт дорогой, мы все это знаем. Я бы хотел, чтобы вы немножко рассказали о своем спонсоре, я знаю, что он у вас есть. Многие потому что смеются, говорят, да, у меня есть спонсор, ну, там, банку протеина, как говорится, в месяц, и БЦА, вот вам и спонсор. Да, у меня есть спонсор, это компания ZPH, домоговорительская компания. Легально спонсирует, да. Ну, спонсирует нас на ком, надо сказать. То есть вы на контракте? Да, и на контракте в плане бартера соревнований у меня подготовка. Понятно. То есть у вас есть свои обязательства, они поставили условия. Нужно выступать, конечно, показывать форму. Но на самом деле, я смотрю, многие тоже об этом спрашивают, да, у тебя там и помогают, и от спонсора, да, есть ли бы, да, есть ли бы. Ну, пока я дошел в этот путь, и пока там найти, связаться, чтобы выйти на такой уровень, это тоже... На самом деле, стоят там в линейке, блядь, пятое, четвертое, шестое место, и говорят, блядь, у меня нету спонсоров, и за это ты выиграл. Понимаете, да. Уточняющий вопрос, это я для себя просто хочу, вот, насколько ваш спонсор именно, ну, спонсирует вас, так скажем, да, то есть я бы хотел бы, не в суммах, какие-то цифры и так далее, то есть что конкретно, то есть перелеты, давайте вот так возьмем, на соревнованиях и так далее, оплачивают, нет? Оплачиваются, да, оплачиваются. Это было 2018, 2018 год, чемпионат мира, они оплатили, а и дальше уже спорткомитет оплачивают. Я правильно понимаю, это гостиница, это все, или же это просто делится между спорткомитетом и... Нет, нет, нет. Нет, да, то есть полностью нет. И подготовку. Витамины полностью, то есть зал и так далее, или зал вам предоставляется? Только зал, да. Хорошо, пойдем дальше. Так, я думаю, что нет такого человека, который бы в своей жизни чего-то не боялся, иначе бы это не был бы человек, согласны? Вот. Чего Данир Хасанов боится в своей жизни? Это может быть что-то необязательное, там, что машина собьет или еще? Я насчет воды сказал. Но будет пока такой страх. Да, я уже знаю. Такой страх. Ну и, конечно, это близко. Вот представьте, такой день наступит, вот это будет для вас самый большой вот такой вот страх, который вот, потрясение, да, так скажем. Прямо такой мощный шапалак, скажем. Наверное, это потери. Потери. Потеря, это, да. Потеря. На что вам не хватает смелости, да, будет тяжело. На что вам не хватает смелости? Вот, вот чего-то вот, может быть, в голове что-то есть, вот, ну вот смелости не хватает. Несмотря на вашу форму, несмотря на огромные мышцы, мы все люди. На чего не хватает смелости? На самом деле, на все. На все. Это было смелости, да. Любой шаг, любое решение, любое движение всегда оно отдается с трудом, оно дается с большими усилиями. Я уже притренировался с юного возраста, потому что юность у меня, говорю, не такая была. Я был по молодости, немного было серое, детство, тяжелое. И как бы, и начал тренировать себя, чтобы не бояться, чтобы как-то идти дальше, что-то продвигаться. Знаете, есть такое выражение, говорят, взрослое детство. Да, 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 было такое. Хорошо. Хорошо, а какую книгу вы бы посоветовали нашим подписчикам, тем, кто вашим подписчикам за вами следит, кто, я уверен, даже считает, может, даже и вас кумиром, мотиватором, или же какой фильм вы бы посоветовали посмотреть, жизненный, с чего можно было бы взять большие плюсы? Не просто посмеяться, не просто поплакать, не просто там, я не знаю, вау, было классно. Нет, а вот, чтобы немножко суда дало. Меня, на самом деле, мотивирует сильно фильм, это Рокки Бальбо. Вот я не знаю, вот все части. И вот как мы сейчас, во время тренировки обсуждали, как вы смотрели тоже фильм, я тоже слезами смотрю этот фильм, настолько сильно мотивирует все части абсолютно. Да, Рокки Бальбо, Сильвестра Сталлоне, да, очень знаменитый, очень выдающийся актер. По жизни, как он идет, мне нравится, как он поднимался, развился, были потери, вставал и дальше шел. Хорошо. Рокки Бальбо. Идем дальше. Я думаю, вам будет сложно ответить, но нужно будет ответить. Три недостатка ваших. Ну, если у вас нет три, можете два, можете один. Три недостатка. Чего бы вы хотели устранить? Спыльчивое. Спыльчивое. Вот тренер нам подсказывает, спыльчивое. То есть, есть. То есть, Даниар Хасанов не дипломат. То есть, решало, да, так вот. Ну, зажигаясь быстро. Легко вас потащить на драку? То есть, можно увидеть, что вы можете руками уже прям... Ну, если довести, наверное. Довести. Да, да. Хорошо. Вспыльчивый. Еще. Временами неуверенность, наверное, такая вот. Неуверенность. Да, временами. Она проявляется только в спорте или же по жизни? Да, и по жизни тоже бывает иногда такое. И потом говоришь, надо было действовать. Да, надо было действовать. Наверное, вот это вот. Надо было купить, надо было колоть, надо было выпить. Хорошо. Идем дальше. Ваш любимый час в сутках. Вот 24 часа. Выберите один час. Ну, тот час, который часто у вас вот прям совпадает с тем, что вам нравится вот это время. Может, вы релаксируете, может, это время сна, может, это время приема пищи, я не знаю, или тренировки. Не имеет значения. Один час, любой выберите. Ну, время тренировки, наверное. Но оно у вас разное. Нет, практически сейчас стабильное. С часу. В час дня? Да, в час дня, когда я начинаю тренироваться. Все мысли просто откидываешь. Начинаешь заниматься собой, своим делом, которое тебе действительно нравится. Хорошо. Так, идем дальше. Самый запоминающийся день. Это может быть праздник, это может быть что угодно. Вот день вот прям, который щелкает у вас в голове. И каждый раз, каждый год, каждый месяц вы вспоминаете, и вспоминаете его вот. Классно было. Еще бы раз так бы. Это, наверное, 2018 год, первая победа на международном соревновании. Покинай, зал. Максимально. Пресс. Продолжение следует. Продолжение следует. Меня и зажигает вот этот день. Я вспоминаю, аж мне охота двигаться. Это когда я стал чемпионом мира. Понимаете, да? Вы чемпион города. Да. И становись. Тренер был с вами там. То есть он ездил, да, с вами? Он ездил, конечно. Чемпиона города, вы проезжаете чемпиона мира. Вот это вот. И до мурашек все. Слезы? Да, конечно. Да, даже и сейчас. Не видно. Да, я не могу это представить. Ну, я представляю на моем уровне. Я в юниорах, когда я был очень молод, 20 лет, я говорил, тейкмондо, я проездил весь мир, можно сказать. Я благодарен этому спорту. Я знаю, что это такое. Когда флаг поднимается, когда гимн звучит. Я понимаю ваши ощущения. Хорошо. Совет от Даняра Хасанова. Вот тем, кто будет смотреть это видео, ребятам, подросткам, которые начинают задумываться 15, 16, 17 лет, о выборе может быть спорта. Или же уже не выбрали, что да, я буду заниматься бодибилдингом и так далее. Пусть он будет немножко связан с бодибилдингом. Вот один совет, который вы дадите своим подписчикам, своим... Наверное, никогда не сомневаться. Идти вперед. Отбросить. Если бы я не сомневался, может, я бы достиг еще больше чего-нибудь в жизни. Вот это самое. Наверное, просто действовать. Вставать и действовать. Не задумываться. Устранение сомнений и больше действий. То есть, если... Упорство. Упорство. Хорошо. Кто ваш мотиватор? Если бы вы задали этот вопрос 3-4 года назад, да, я бы, наверное, выбрал какого-нибудь спортсмена. Сказал бы, да, конечно. Ну, как бы уже у меня семья, дети. Такое вот мышление, жизнь поменялось. Конечно. В первую очередь, у меня сейчас, да, и приоритеты вот как-то реализоваться в жизни. И я уже не могу себе там кумиром ставить какого-нибудь там Крис Бамстата или Роню Коумана. Это было бы глупо. Понимаете? Эти медалями не прокормишь. На медали не поездишь, а на кубках ты не поживешь. Как это зашел в кубок и там жить. Нет, конечно, мотиватор. Но так же, наверное, я и говорил, мой тренер. Понятно, что у нас у каждого своя индивидуальная жизнь, и это как ДНК, она не может повторяться с жизнью другого человека. Но я правильно понимаю, что идеальная жизнь, идеальный человек, идеальное мышление, идеальный образ жизни, да, то есть вы всегда вот видите в своем тренере, помимо его, скажем, спортивной деятельности какой-то, то есть также еще и его жизнь, его отношение к семье и так далее. Ну мы с ним уже как очень близки. Это уже и не тренер, как бы и ученик, да, общения, а более ближе. Хорошо, хорошо. Если не Узбекистан, то какая страна? Представьте просто, что такая ситуация возникла, что в хорошем смысле слова вам необходимо уехать, вам предоставлять такую возможность. В какой стране вы бы хотели пожить? Ну, наверное, в Америку. В Америку? Конечно. Это как-то связано с бодибилдингом или же это просто? Просто тепло всегда. Можно и в Майами. Образ жизни американский или... Не, не нравится мне такой уж образ жизни, как все относятся к другу. Ну, как я по видео смотрю, всем другим людям наплевать, как в фильмах один лежит, там он весь окровавленный, все мимо проходят, не, я бы не хотел таким американцем быть. Понятно. Я надеюсь, американцы не обидятся. Но это правда, это есть на самом деле, это не только в кино. Хорошо, любимая кухня? Любимая кухня? Наверное, какая-то жена готовит. То есть... Не, у меня нету там и японской, и уйгурской или еще. Нет, мне нравится. Даниил Хасанов не капризный. Нет, домашняя кухня. Конечно. Хорошо, идем дальше. А какие поступки в людях вам не нравятся? Достаточно три поступка, два поступка, которые вы бы вот прям не приемлете. То есть, когда вы видите, вас выбешивает, пойму. Наверное, отношение к родителям, как некоторые делают. То есть, плохое отношение? Плохое отношение к родителям, да. Потому что у меня у самого таких нету. Вот мне не нравится, когда с родителем общаются так, как с чужим человеком. Даже с чужим общается некоторым ими потеплее, чем с своими родителями. Это и лицемерство, предательство. Ну, как и все многие. Ну, в первую очередь, вот это меня аж заводит. Даниэр, вы родились в Средней Азии, в Узбекистане. Вы традиционный человек? Я вам сейчас объясню, что именно. То есть, вы приемлете именно такой образ жизни, когда взрослые заходят, вы встаете к родителям и взрослым на «вы». Просто мы сейчас замечаем, часто молодежь даже со своими родителями общаются на «тыках». То есть, вот этого нет на «вы». Вы традиционный или же вы все-таки? Наверное, традиционный. Ну, как бы меня и не воспитывали, я воспитывался сам. Ну, как-то вот воспитала меня улица, можно сказать, вот таким вот. Понятно. Хорошо. Часто скрываете правду? Ну, я не сказал, часто врете, чтобы не было немножко. Это часто бывает. Ну, может, даже в пользу или же там, чтобы человек не беспокоился и так далее. Бывает, что… Или же все-таки вот правда-правда все. Ну, например, в части семьи, с супругой, например, или там, с тренером. Бывает, что приходится все-таки? Бывает. В нужный момент, да. Ну, я думаю, что в нашей жизни безгрешных точно нет. Ну, и, конечно же, врем мы все. Где-то больше, где-то меньше, но все равно. Если они сейчас думают, что не врут, значит, врут. Да, конечно. Значит, врут. Хорошо. А личный рецепт успеха? Вот вы вот добились, я считаю, у вас достаточно успешным спортсменом, по крайней мере, да? То есть, вот. Вот какой рецепт, вот что нужно сделать, чтобы хотя бы на такого уровня подняться? Ну, в первую очередь, дисциплина. Дисциплина, без нее никак. Согласен. Упорство. И найти такого хорошего человека, ну, если есть супруга, который понимает. Я вот всем говорю, да? Они говорят, ты вот выиграл. Я говорю, не я выиграл. Я говорю, у меня команда. Вот если бы я бы не поддерживали дома, как бы я мог подготовиться на соревнования? Ведь и бодибюрдинг, это еще и психологическое. Когда тебя капают, капают, капают и на мозг. Как ты, блин, не сосредоточишься и на работе. Вот у нас вот и начинается подготовка. Вот я говорю, у нас. Это тренер, это моя жена. Все участвуют. Все участвуют, да. Вот три месяца у меня на подготовку. У нас все, это лагерь. Все друг друга понимают. Все друг друга уже знают, что сказать, что приготовить, как и во сколько. Наверное, команда. И вот создать такую команду. Чтобы у тебя был тренер хороший. Чтобы вот дома тебя все понимали. Если где-то малейший аспект полетит, максимум это чемпион города. Понятно. Ведь у нас очень много спортсменов. У Даниэра Хасанова есть понимание, сколько еще вы будете выступающим атлетом? В самом деле, года два-три назад я задумался, что буду выступать, пока фантазии, да, мистера Олимпия не дойду. И тут пандемия. Всех сразила пандемия. И в этой пандемии я много чего переосмыслил. Нужно ли мне сейчас, в данный момент, подниматься, тренироваться, идти, доходить. Я это могу. У меня есть возможность, у меня есть силы, есть тренер, есть, все есть, да. Спонсорская поддержка. Можно ли этого и достичь. Ну, как-то я, меня и перемкнуло в голове, то что, а что мне это даст? Мне. Конечный результат. Да, моей жене, моим детям, что даст? Кубок я принесу, что? И я для себя решил, пока я не стану в жизни на ноги. Не будет хорошей машины, не куплю хорошую квартиру. Вот такие вот моменты у меня сейчас и больше всего. беспокоят о ней, как бы, выходить. Там она и соревнований. Нужно реализоваться в жизни и материально. И потом можно уже и покорять все, что угодно. Ну, сейчас вот и запланировали мы подготовку на этот весенний сезон. В 2021-2021. Ну, наверное, этот сезон отстреляемся, 2-3 соревнования. А уже в конце лета у меня пополнение. Дай бог, поздравляю. Можно будет до конца года еще поучаствовать. А потом я хочу взять такой маленький перерыв, чтобы основаться. Понятно. То есть немножко заняться, подумать о материальном, подумать о комфорте семьи и так далее. Чтобы я мог спокойно оттолкнуться и готовиться. Поддерживаю, потому что я сам семейный человек. Знаю, насколько это сложно и насколько это важно. Я и многим тоже, в принципе, перебью, многим тоже и советую. Многим начинают готовиться на соревнованиях. У него там в кармане буквально пара бумаг. Начинают в долги готовиться. Я хочу, чтобы люди переосмыслили чуть-чуть. Для чего? Для регалии, медали. Это будет. Сначала авторизуйся в жизни. Встань на ноги. Какая-то материальная поддержка, пускай у тебя будет. Пускай у тебя будет бизнес. А потом можно смело готовиться. Ведь это никуда не убежит. Наступать можно и в 30, и в 40 лет. Согласен. Хорошо. Допустим, вот такой момент. Что может вас заставить бросить бодибилдинг, этот спорт? Вот просто один день что-то произошло, что-то может остановить. Даняр просто решит, что все, на этом хватит. Правда сказать? То, что у меня в голове крутится? Да, да. Ведь это разобьет сейчас всю спортивную мою карьеру. Нет, но это будет правда. Нет, это будет правда. Наверное, миллионов 10 долларов. Я прям прекращаю вот с сегодняшнего дня заниматься бодибилдингом. Вот все. Нет ничего, как говорится, это-то в любом случае все решает деньги. Да, и хоть кто говорит об этом, нет, там спорт, это и патриотизм. Я это все уже прошел, можно сказать. Какого-то большого выхлопа я от этого не увидел. Я и так же работаю в тренажерном зале, у меня так же онлайн-ведение. Все осталось так же. Медали изменились и все. Никому не секрет, что мы знаем очень многих и очень титулованных знаменитостей бодибилдеров, которые, к сожалению, проживали или даже сейчас проживают свою жизнь очень бедно. Леприст, вы видели его? Он начал продавать свои медали, свои кубки. Он на какую-то операцию там у своих подписчиков собирал деньги. Флекс Уиллер тоже, я насколько знаю, он со своего инстаграма отправлял многим своим знакомым сообщение помочь ему вот с этой операцией на операцию деньги, потому что страховка не покрывала. То есть я вообще был в шоке, потому что, чтобы вы понимали, если не ошибаюсь, 2001-2002 год, второе место на Олимпе человек. Ну да, еще сколькратный, одной классик. Да, и представляете, к 60-55 годам человек без ничего не может просто оплатить свою операцию. Поэтому здесь, как говорится, вопросов нет. Деньги решают все, благополучие решает все. Поэтому план на 2021 год. Я имею в виду в части бодибилдинг. Какие соревнования, что планируете? Это у нас первый старт будет весной. Ну, в конце весны уже, май, в конце мая. ТНПС в Москве, также категория классик физик. Уже вес более выше. Разыгрывается про карты, нет? Нет, нет. Я сейчас не вижу смысла получать про карту, туда ехать. Это первый старт. Второй старт будем ждать Испанию. Как бы общались с федерациями. Это Арнольд Классик? Это любительская мистер Олимпия. Любительская мистер Олимпия? Да. Тоже где-то в июне, в июле и должно быть. Европа. И потом хотелось бы выступить зимой где-нибудь. Ну, и пока и календаря нету. Как с пандемией до сих пор. Соревнования пока не определили? Вот и два соревнования я могу сказать, что будет. Первое NBC, второе это Европа. Одну мистер Олимпия, захватить ее. Хорошо. Данил, вопросы у меня закончились. Единственный есть вопрос. Знаете ли вы такого Эльдара Холматова? Нет. Нет, да? Хорошо. Задам вопрос. Ассалам алейкум. Что значит для Даниара Хасанова патриотизм? Как спортсмена? Или же как для, просто для обычного гражданина? Что он чувствует, когда держит флаг страны? Или же стоит под звучанием гимна? Ну, что я чувствовал? Мы это проходили уже. Конечно, это приятно. Когда ты поднимаешь флаг, когда объявляют первое место. Откуда-то наворачиваются слезы. Хотя я бы не сказал, чтобы я там на 150 миллионов процентов патриот. Я даже гимна не знаю, если честно. Ну, откуда-то поднимается, да, и мотивация. Какое-то материнское чувство, да? Да, да, да. Когда есть, когда включается гимна, конечно. Значит, ты патриот. Значит, ты патриот. Согласен. Если мурашки, если у вас наворачиваются слезы, это и есть признак патриотизма. Не в словах, не в действиях даже, а то, что вот изнутри и так далее. Ну что, Даниар, вопросы у меня закончились. Я был просто очень рад нашему интервью, нашей тренировке. Спасибо большое. Вам больших успехов. Счастья в семье, с супругой, с будущим ребенком. Будем за вами следить, смотреть. Я еще раз повторяюсь. Я знаю, я общаюсь со многими и с молодежью в залах и так далее. Часто встречаюсь. Даниар действительно является, пусть даже не всемирным, но нашим мотиватором. Человек, который заставляет двигаться многих ребят, что-то делать, изменять свою форму, улучшать себя, дисциплинировать себя. Спасибо вам еще раз большое. Тоже большое спасибо. Протвитание вашему каналу. Спасибо. Очень интересно, что у нас в стране теперь. И каналы. Ближе к НПС, мы еще раз за неделю-две, мы еще раз с вами встретимся. Посмотрим уже, как говорится, готовую форму Даниара. Обязательно сделаю интервью, сделаю видео. Конечно. Пишите комментарии. Пишите комментарии, что им интересно. Да, пишите комментарии. Действительно, подписывайтесь. Подписывайтесь на инстаграм Даниара. Очень интересно. Задавайте ему вопросы в директе. Он очень открытый, свободный человек, без никакого пафоса. Будет время, он ответит. Не стесняйтесь. Часто проблемы нашей молодежи, они стесняются задавать вопросы. Так что Даниар говорит так же. Спокойно, без проблем. Могут задавать. У меня даже и жена говорит, извините, она говорит, спи уже, блин, час ночи. А я там на вопросы отвечаю, я его вообще не знаю. Понимаете? А если проблема у человека, значит, я думаю, Бог мне дал в голову информацию, а зачем мне ее в себе хранить? И если человеку, я могу дать пользу, туда я ее заберу. И за это помогаю уже час-два ночи, я начинаю писать, там жена говорит, спи уже, я сподожди. Хотя вы, конечно, обращайтесь. Я буду очень рад даже сам помочь кому-либо. Хорошо. Даниар, спасибо большое еще раз. Рад вам с вами еще раз, как говорится, позаниматься. И за интервью спасибо. Спасибо вашему клубу Life Fitness. Процветания вам, вашей семье. Даниар Хасанов был сегодня у нас на интервью. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм Даниара, на мой инстаграм. Задавайте вопросы, как мы и сказали. Всем счастливо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok